Цена Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена Победы. А прошлое ясней, ясней, ясней. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Эхо Москвы очередная программа из цикла Цена Победы. И мы ее ведущие Дмитрий Захаров. И Виталий Дымарский. Добрый вечер. И нашу тему мы объявляли заранее. Она звучит коротко, но, по-моему, достаточно ясно. Брестская крепость. А сегодня у нас в гостях, помимо нас, ведущих, хотя так он у нас гость заочный, поскольку речь идет о минском белорусском ученом, историке, профессоре Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, доктор исторических наук Эммануили Йоффе. Эммануил Григорьевич, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Добрый вечер. Слышу. Слышите. Добрый вечер. Будем сегодня говорить об Рестской крепости. Тема, наверное, для всех белорусов, и в частности для белорусских историков, тема, что называется, своя. Да? Да, 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 конечно. Я сейчас только еще предупрежу наших слушателей о том, что у нас работает, как всегда, наш эфирный пейджер 7256633. Мы во второй половине нашей программы подключим телефон прямого эфира, и с вами, уважаемые слушатели, пообщаемся напрямую. Ну, а пока мы тогда начинаем разговор с Эммануилом Григорьевичем Йоффе. И, Эммануил Григорьевич, может быть, я вот начну уже даже с тех вопросов, которые пришли к нам еще до программы по интернету. Ну, вопрос довольно достаточно такой дежурный, наверное, и очень многих это интересует, поскольку вообще тема Брестской крепости ассоциируется у многих с именем писателя Сергея Смирнова. И вот, кстати говоря, из самого города Бреста пенсионер Сосницкий нам прислал такой вопрос. Как вы относитесь к расследованиям писателя Смирнова о защитниках Брестской крепости? Это историческая правда или документальная правда, вот на ваш взгляд? Значит, ну, я считаю, что, конечно, большая заслуга Сергея Сергеевича Смирнова. Во многом он, конечно, правда. Он открыл, фактически, он открыл советскому народу Брест, тайны Бреста и вообще героизм Брестской крепости. Он, ну, много на документальном материале. Он, значит, и смотрел и архивы, и военные. Он, значит, ну, поработал неплохо, как говорится. И, ну, воссоздал многие вещи именно благодаря ему. Потом дали, вот, например, Гавриеву, героя Советского Союза, многих наградили. И, в общем, он воссоздал правду. Ну, с другой стороны, если уже так говорить, негативная сторона, ну, его уже исследования, это немножко, может, Бреста не касается. Он потом не только о Бресте, а других военнопленных. И вообще, значит, представление молодых людей, ну, и у представления многих советских людей возникло, что военнопленный – это герой. Вот тут у него получился перекос, понимаете. Ну, в смысле, уже после его выступления у многих такой стереотип такой возник, что военнопленный – герой. Ну, вот он о героизме, значит, у военнопленных как раз говорил, так? И потом, значит, возникла такая ассоциация. Ну, а фактически же не все, не все часть военнопленных герои, часть, часть, а значительная часть же, вы понимаете, что их нельзя назвать героями? Почему? В том смысле, что вы считаете, что были среди них и дезерты? Ну, часть, ну, нужно отметить, что часть сдавалась, и так, значит, нужна какая-то часть. А так он, конечно, очень много сделал и заслуженно его вспоминает, он вообще, можно сказать, ну, летописец, один, можно сказать, первый летописец истории Брестской крепости и заслуга его гроба. Именно, Григорьевич, вот в этой связи у меня еще вот такой вопрос. Если я не ошибаюсь, книжка Сергея Смирнова «Брестская крепость», вот эти его первые рассказы о защитниках Брестской крепости появились где-то, по-моему, в 60-е годы, да, в конце 60-х годов? Да, 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 да. Вот вы сказали, что он был первый, да? Ну, я имею в виду, что воссоздал, я имею в виду по значению, писали и до этого, и писали до этого, но именно вот тайно, мы можем сказать, ну, вот многие неизвестные страницы он именно открыл. А почему 20 лет до этого, вот между 45-м годом и 65-м годом было полное молчание? Такое молчание, и фактически до сих пор еще, ну, во-первых, полное молчание какое? Потому что, если открыть, это до сих пор еще не открыто, прошло после войны 61 год. И до сих пор еще можно назвать, и существует, значит, явление, которое можно назвать загадкой Брестской крепости или тайной Брестской крепости. Понимаете, до сих пор еще. Что вы имеете в виду? Эммануил Григорьевич, а что за загадкой, что за тайны, которые скрываются? Вы не могли пояснить? Да, 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 я могу пояснить. Вот, например, ни в одной энциклопедии, ни в одной энциклопедии, ни в одном справочном издании, изданном в Советском Союзе и в СНГ, я уже не говорю о западных изданиях, не говорится, что к началу войны Брест уже был фактически в руках немцев. Понимаете? Да, а вот так, представьте себе, что и в 7 часов утра наши оставили Брест. Вот передо мной книга, значит, и называется она, о чем вышла книга в 70-м году у нас. О них молчали сводки. Автор Боровский. А. Боровский. Значит, Александр Боровский, он работал до войны заведующим органструкторским отделом обвысполкома, был один из руководителей потом антивашистского подполья. И в этой книге он пишет, из-за беспечности наших железнодорожных органов немецкое командование сумело перебросить из-за буга эшелон запломбированными вагонами на Брест западный. В них были вооруженные немецкие солдаты и офицеры, которые заняли станцию, оказавшись в тылу наших пограничников и воинских частей крепости. Это одно свидетельство. Недавно вышла книга, в прошлом году, значит, кандидата исторической новой Гребенкиной, которая лет 30 занимается историей Бреста, значит, и вот она издала книгу «Брест непокоренный». И там, значит, приводятся вот такие вещи, которые тоже нигде не приводятся. Врач, тщательно готовился к войне, имел в городе и районах разветвленную шпионскую сеть. За несколько суток до начала войны в городе появились подозрительные военные подразделения. Так, майор Климов вечером 21 июня остановил колонну машин с военными. Проверил у впереди идущего документы и понял, что это были немцы. Хотя по документам началась передислокация одного из воинских подразделений Красной Армии. О своих выводах Сергей Григорьевич Климов доложил руководству. Майор Климов погиб в первые дни войны, защищая город Брест. Вот, значит, еще до захвата города фашисты вывели из строя водопровод, электростанцию, телефонно-телеграфную сеть. Им были известны фамилии и адреса не только руководящих партийных советских комсомольских хозяйственных работников, но и многих рядовых коммунистов, бывших членов Коммунистической партии Западной Беларуси. Враг знал все важнейшие объекты и промышленный потенциал Брещины. И, короче, вот 22 июня, она пишет, в 9 часов утра фашисты захватили город, а в 14 часов карательные отрады ходили по имевшимся адресам, арестовывали коммунистов, советский комсомольский хозяйственный актив, жителей еврейской национальности. Иммануил Григорьевич, а какие вот тайны, то, что вы говорите, еще не раскрыты? Ну, вот, значит, так, я говорю, во-первых, значит, ну, во-первых, я уже говорю, вот это, что касается, значит, присутствия немцев внутри города, до начала. Да, да, это был фильм такой, историко-художественно-документальный фильм в свое время «Тайфун» про операцию захвата, ну, Москвы, на вступление немцев на Москву в свое время, это показывали, как. Да, а что еще? Значит, а еще, значит, вот такой момент. Ну, во-первых, будем в первую очередь, возьмем такой момент, как, ну, во-первых, кто участвовал в штурме, какой был, как оказалась вообще такая одна из крупнейших крепостей, фактически уже первый день немцы оказались фактически уже, ну, рано утром у стен крепости и даже захватили часть крепости. Понимаете, вот это до сих пор загадка, почему это было, почему случилось? А почему, на ваш взгляд, вот это? Ну, в данных документах официально говорится, что, вот, например, возьмем, есть такое официальное, значит, издание «Энциклопедия истории Беларуси». Вышло шеститонное издание в семи книгах. И там говорится, что фактически осада крепости была, значит, 22-го до конца июля. Это получается больше месяца, больше месяца. И говорится, что, значит, против Брестской крепости действовала 45-я дивизия, еще две немецкие дивизии со взаимодействием, 31-й и 34-й пехотной дивизии, 12-го армейского корпуса, 4-й немецкая армия, также две танковые дивизии, 2-й танковой группы, значит, против Брестской крепости. В других источниках говорится, что 45-я дивизия. И вот, значит, момент такой, я в первую очередь возьму, значит, если считать главный аргумент, героизм и мужество было, никто не оспаривает героизм и мужество, значит, защитников Брестской крепости. Но, а какие обстоятельства, как это случилось? Как случилось, до сих пор не раскрывается нигде. И вот, например, если мы возьмем, значит, воспоминания немецких военачальников, генералов, а в общем-то они, будем сказать, меньше угуд, чем многие наши, так? Я не хочу сказать, что это стопроцентная правда, но многие вещи, значит, они говорят правдиво. Так вот, если мы возьмем Гальдера, Франц Гальдера, это начальник... Генерального штаба, знаете, Генерального штаба сухопутных войск. И вот он приводит 22 июня 41-го года, первый день войны. Утренние сводки сообщают, ну, что все армии там, кроме 11-й, пересли наступление согласно плану. И наступление наших войск, по-видимому, явилось для противников на всем фронте полной тактической незапностью. Пограничные мосты... Ждали ведь направление главного удара в 2-м месте, конечно. Да-да-да, направление главного удара ждали на Украине, на южнее, да. Значит, пограничные мосты через Бух и другие реки всюду захвачены нашими войсками без боя и в полной сохранности. Вот о чем молчали, почему. О полной неожиданности нашего наступления для противника свидетельствует тот факт, что части были захвачены врасплох к азарменному расположению. Самолеты стояли на аэродромах, покрытые брезентом, а передовые части, внезапно атакованные нашими войсками, запрашивали командование о том, что им делать. Иван Григорьевич, вот можно еще такой вопрос. Вам, наверное, известна фамилия Сандалова. Да-да-да, вот я вот Сандалову... Для наших слушателей я просто объясню, что Сандалов, он накануне войны был полковником, начальником штаба 4-й армии. Да, да-да-да. Иван Григорьевич, в начале войны роковую роль для войск 28-го стрелкового корпуса всей 4-й армии. И, собственно говоря, в Брестской крепости, трагедия Брестской крепости, помимо того, что вот те люди, которые там остались и действительно героически ее защищали, оставаясь, в общем, там горсткой людей оставалось, да, Но массовая, что ли, трагедия Брестской крепости в том, это вот, когда начали из нее выводить вот это большое количество личного состава армейского, и которое попало под шквальный немецкий огонь, и фактически-практически все были уничтожены. Вот вы согласны вообще вот с той постановкой вопроса, что Брестская крепость оказалась ловушкой, да, для наших войск? Да, 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 я согласен. Я хочу сказать, из наших военачальников, потом он стал генерал-полковником, он попал в катастрофу, значит, ну, вот он самый правдивый. Я имею в виду его мемуары, вот я сравниваю со всеми нашими Жуковым, с другими, там, значит, самое правдивое его воспоминание. Значит, они вышли вот с начала андавого военно-исторического, уже в 61-м году он написал, там, значит, начало, сразу засекретили, и только в 89-м году, это через 18 лет рассекретили. А еще вот его пережитое. И вот, да, первые часы войны, он, это вот как раз, вот это вот тоже тайна, почему вот мы говорим, что до сих пор это не раскрыто, до сих пор вот это никто не ссылается, ну, то есть не анализируются работы. Вот вышли десятки, сотни трудов, и кинофильмы созданы, и бессмертный гарнизон, и вот эти никто не опирается, значит, не дает ссылки, не проводит эти сведения из его мемуаров. И вот он фактически, это как раз здесь и пишет, да, значит, это вот первые часы войны, значит, фактически в 4 часа, как только за рассвет в стране немецко-фашистских войск, внезапно был открыт артиллерийский огонь. Наиболее интенсивный артиллерийский огонь велся по военным городкам в Бресте, и особенно по Брестской крепости, которая буквально была покрыта разрывами артиллерийских снорадов и мин. Так вот, он пишет только о 45-й дивизии, 45-й пехотной дивизии, вот он, значит, он, это командир... Немецкий, немецкий, это верно. Да, да, немецкий командир 45-й немецко-пехотной дивизии 12-го армейского корпуса, который выполнял задачу о вводении крепости, докладывал своему командованию, что план артиллерийского огня был рассчитан на ошеломление. Наиболее сильный артиллерийский минометный огонь велся под Сизадель и крепости. Кроме дивизионной артиллерии 45-й пехотной дивизии для артиллерийской подготовки, противник привлек 9 легких и 3 тяжелых батареи. Батарею артиллерии большой мощности дивизион «Мортир». Кроме того, командующий 12-м армейским корпусом сосредоточил по крепости огонь двух дивизионов «Мортир» 34-й и 31-й пехотной дивизии. А наши историки военные, вот за этого случая, за этих, считают, что две дивизии еще тоже участвуют. Ну, у нас... Понимаете, да? Ну, да. Да, имеется в виду, ну, тоже, понимаете, здесь два дивизиона «Мортир» только так. Ну, и вот в самом деле, насчет, что оказалось ловушкой, что представляла собой Брестская крепость, оказавшаяся ловушкой и сыгравшая в начале войны роковую роль для войск 28-го стрелкового корпуса и всей 4-й армии. Фактически, значит, надо было две дивизии, вот когда выводить, там будет срочноточено, но несколько часов, несколько часов буквально, значит, чтобы вывести дивизии. Нормальное время, без войны. Ну, там, естественно, там, видите, по-моему, примерно речь шла о 30 тысячах человек, которые нужно было вывести из Брестской крепости. Да, 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 нет, ну, вообще, по большинству, по большинству, значит, источников, значит, говорится, что вообще в этот момент, начало войны, где-то было 7,5-8 тысяч. А как же? Значит, и потом, когда вывели, когда начали утром прорвались, значит, половина примерно вышла. Вот так, большинство источников так. Но 7-8 тысяч, это никак не две дивизии. Да, 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 да. Это, значит, меньше штатного расписания одной. Нет, ну, части отдельной дивизии, вот тут, значит, если привести эти данные, он тут дает подробно. Значит, момент открытия противника, артиллерийского огня, это все сандавов. По Брестской и Брестской крепости в ее цитадели находились следующие части подразделения. 84-й стрелковый полк без двух батальонов. 125-й стрелковый полк без одного батальона и саперной роты. 333-й стрелковый полк без одного батальона и саперной роты. 131-й артиллерийский полк. 75-й отдельный разведывательный батальон. 98-й отдельный дивизион ПТО, штабная батарея. 37-й отдельный батальон связи. 31-й автобатальон и тыловые подразделения стрелковой дивизии. 44-й стрелковый полк без двух батальонов. В порту 2-й километра южнее крепости. 455-й стрелковый полк без одного батальона и саперной роты. 158-й автобатальон и тыловые подразделения 42-й стрелковой дивизии. Вы, скорее всего, правы. Я говорю, в последнее время наши историки, наши источники дают, на самом деле было значительно больше. По данным, которые я видел, это почти 30 тысяч человек. Да, да, да. Это почти получается 28 тысяч человек. Да, да, да. В крепости находились и та же штаб. 33-го окружного инженерного полка с полковыми подразделениями. И вот эти 30 тысяч человек нужно было вывести через одни ворота, правильно? Которые оказались на открытом пространстве под сплошным огнем. Да, да, да. И если там почти 30 тысяч человек, которые пытались вывести, они их просто вывели фактически на расстрел. Под огонь. Да, да, да. Под огонь немецкой артиллерии. И не только артиллерии. Да, 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 да. И вот когда, значит, фактически там еще решались в Москве стрелять, не стрелять, когда командование открывать огонь не открывать в начале войны, первые часы, здесь уже были горы трупов. Понимаете? Здесь уже была трагедия. И он пишет, что в результате неожиданно открытого фашистами артиллерийского огня авиационных налетов застегнутый расплох части гарнизона крепости понесли большие потери убитыми ранениями. Особенно большие потери имели части подразделений, находившиеся в центральной части крепости. Вот мы говорили о загадке и тайнах крепости. Иван Григорьевич, а вот цифры потерь на тот момент существуют более или менее достоверные? Достоверных цифр нету, понимаете? Ну да. Достоверных цифр самые разнообразные, но точных я не наступил. А с вашей точки зрения? Речь идет о тысячах. Тысячах – это понятно. Тысячах – это понятно. А конкретно я, честно говоря, вот самые разные источники, только я находил, можно догадываться только, но в нашей, ну, вот литературе не нашей, вот у меня есть полное немецких там, значит, этих, не дают. А вот такой вопрос, как вы считаете, эта цифра отсутствует из-за того, что просто физически было невозможно в тот момент произвести подсчет потерь, или потому что, как бы, эта цифра слишком ужасающая? Да, да, да. Я считаю, что эта цифра слишком ужасающая. Фактически, если так рассмотреть, это было, конечно, с одной стороны героизм, а с другой стороны героический позор. И многое, здесь есть еще один вопрос. Вот насколько известно, опять же, из современной исторической литературы, еще накануне начала войны многие военачальники ставили под сомнение вообще дислокацию вот этих двух стрелковых дивизий вот в этой мышеловке, в этой Брестской крепости. И многие, ну, так сказать, чины военные там на уровне майоров, полковников, да, начальников того, они ставили вопрос о том, чтобы вывести эти две дивизии из крепости. Да, да, да. Разрешение они не получали. Нет, не получали. И, значит, фактически это стремил и пытался это командующий 4-й армией Коробков, Александр, генерал-майор Коробков, и Павлову тоже, значит, фактически. Павлов делал, но он по заданию Москвы. Это Жуков и Тимошенко. Ну, там же был такой довольно, как бы это сказать, эпизод, когда судили Павлова. Да, 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 да. Да, когда судили Павлова, он там, значит, говорит на суде в своих показаниях. Еще в начале июня я отдал приказ о выводе войск из Бреста в лагеря. Коробков моего приказа не выполнил. Да, да, да. После чего Коробков на том же суде говорит, виновным себя не признаю, показания Павлова я категорически отрицаю. Приказ о выводе частей из Бреста никем не отдавался. После чего, когда Павлов оказался рядом уже с Коробковым, Павлов поменял свои показания. И он уже сказал, что в июне, по моему приказу, это Слава Павлова, был направлен командир 28-го стрелкового корпуса Попов с заданием в 15 июне все войска эвакуировать из Бреста. Тогда уже Коробков, тоже подсудимый, кстати, в зале суда говорит, я об этом не знал. Значит, Попова надо привлекать к уголовной ответственности. То есть там была такая, выражается на именном языком спихотехника, да, что... Так сказать, никто не признавал своей вины. Хотя, в общем-то, людям, особенно на местах, было понятно, что дислокация вот этих двух дивизий в Брестской крепости, это вообще-то с военной точки зрения с тактической, со стратегической, полный нонсенс. Ну и потом, как бы, события компании французской показали, что попытки обороняться методами использования крепостей, они уже отжили свое. Ведь фактически же в первый же день войны Брестская крепость была уже в тылу у немецких войск. Да. И сколько там, по вашему мнению, осталось людей, после того, как они ее обтекли, 45-я дивизия ее окружила, и основная масса немецких войск двинулась вглубь нашей территории. Сколько там осталось людей? Значит, там осталось 3-3,5 тысячи, где-то. Ну, это много. Это вот это вот... Значит, ну, около 3 тысяч, я еще раз... Вот, значит, нет, ну, вначале, как говорится, вот, давайте, значит, первая тайна, тайна такая, загадка, что и нету ни вообще, когда были образованы стабы, так, значит, ну, в конце концов, читаются три руководителя обороны, капитан Зубачев, полковой комиссар Фомин и майор Гаврилов, Петр Гаврилов, так? Так вот, значит, короче, везде штаб, значит, никто не ставил задачу на оборону, задача была вырваться из крепости. Вы понимаете, не один штаб, там были в разных местах, этот Восточный порт. Загадка, почему, значит, не оборона, а было вырваться? Понимаете? Ну, там, в общем-то, оборонять ее было бессмысленно совершенно. И вот, да, в связи с этим, значит, вот хотелось, значит, ну, фактически считают, если уже горькая правда, об этом говорить, что военная борьба продолжалась в основном три дня. Понимаете? Да, по сути, да. Значит, вот передо мной воспоминания Бока, фон Бок, дневники. Значит, ну, командующие группой армии... Иван Григорьевич, извините, я вас на секунду буквально перебью, чтобы сказать нашим слушателям, что сегодня в конце нашей программы в портретной галерее Елены Сьяновой как раз и прозвучит портрет фон Бока. Да. Но это я просто предоставляю... Да, понятно. Значит, вот он дает, наступление начало согласно плану. Странно, но русские почему-то не взорвали ни одного из немногих мостов через Буг. Поездка в Брест, Брестская цитадель. По утню приведен порядок один из мостов, жернодорожный. Все понтонные мосты пока что в процессе наведения. Затем поездка в штаб, значит, 12-го армейского корпуса, ШРОТ. Это вот как раз... Да, который стремовал. ...и в танковый корпус Лемельзина. Значит, в то время, как на остальных участках все идет более-менее гладко, у Лемельзина возникли определенные сложности при приправе через Буг. Пути подхода к понтонному мосту оказались заболочены. Вот какая проблема. Неприятель пока оказывает умеренное сопротивление. Ну, значит, он... Ну, да я не буду тут дальше. 25-го, 6-го, 41-го года. Только сейчас, после тяжелых боев, пала Брестская цитадель. 25-го, 6-го. Ну, три дня. Да, да, да. А вот воспоминания Гудериана. Тоже до сих пор ни в одной контакте. Хватит, что у немцев уже в начале войны были плавающие танки. Вот Суворов там, значит, в своей книге, так, ну, вот последняя из его книг, он пишет, что у немцев не было плавающих танков. Вот его последняя книга, беру свое слово обратно. На самом деле были передо мной воспоминания Гудериана. И вот он пишет, что в роковой день, значит, 22-го июня, а именно его вот танковое слее, как раз в этом районе Брестской крепости тут, значит, и он пишет так. Вот 4 часа 15 минут началась переправа через двух передовых частей 17-й и 18-й танковой дивизии. 4 часа 45 минут первые танки 18-й танковой дивизии форсировали реку. Во время форсирования были использованы машины, уже испытанные при подготовке плана морской левы за нападение на Англию. По тактико-технические данные этих машин позволяли им преодолевать водные рубежи глубиной до 4-х метров. Но в данном случае речь идет не о плавающих танках, Эммануил Григорьевич, а о машинах, оснащенных шноркелем. Их было у них немного. Ну понятно, но имеется в виду... А не слепотно. Не, да, может быть они, да. Но они вот, значит, и особенно ожесточенно, дальше он пишет, что особенно ожесточенно оборонялся гарнизон, имеющий важное значение, крепости Брест, который держался несколько дней, прекратив железнодорожный путь и шоссейные дороги, ведущие через Западный Бух и Муховец. И еще вот такая тайна, вот мы говорим о тайнах, так? Вот передо мной воспоминания личного пилота Гитлера, так? Обер-группа фюрера СС Ганса Бауэра. Вы, знаю, вам, значит, читателям, может быть, некоторым известным слушателям, что 26 августа 1941 года Гитлер и Муссолини посетили Брестскую крепость. Ну да. И да, и вот, значит, после короткого, вот он как раз, ну, на этом, на самолете, они, пролетел с Гитлером, значит, Бауэрли, он вел этот самолет. И вот он пишет, что он описал, Гитлер осмотрел новые германские гаубицы, которые использовались для обстрела Брестской крепости. Он описал в Муссолини эффективность этого могучего оружия и ужасающие последствия его применения для гарнизона, для которого начало обстрела стало полной неожиданностью. По словам Гитлера, много солдат противника погибло еще в казармах, поскольку ударная волна была настолько мощной, что у них просто лопнули легкие. Просто лопнули легкие. Это больно читать, больно читать трагически, понимаете так. И вот еще интересное есть у меня воспоминание о Скорцени. Лучший разведчик Третьего Рейха был в свое время просто, значит, в составе танковой дивизии, которая, ну, вот, как раз находилась в это время в районе, значит, Бреста и Брестской крепости. Вот тоже интересные вещи, и он тут пишет, и вот, тут начали вот спорить насчет танков, только что мы говорили, так. Вот какие, значит, что у нас было 80 танков 1-го батальона, 18-го танкового полка. Погрузились в воду Буга, чтобы через некоторое время выехать на противоположном берегу. Это были новые подводные танки, специально изготовленные для операции «Морской лев». Идеально герметизированные и оснащенные, да, и оснащенные, да, которые были использованы значительно позже на наших подводных водках. Третий сюрприз оказался неприятным для нас. Да, сам Брест пал очень быстро, но старая, построенная на скале крепость, которую завоевывали еще крестоносцы, оборонялась еще три дня. Не помогли ни интенсивный обстрел, ни бомбардировка. И мы говорим, по свидетельствам там некоторых немецких военачальников, они считают, что оборона Брестской крепости продлилась до 30-го июня, то есть она неделю где-то держалась. Да, 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 нет, у меня есть свидетельство, да. У меня есть свидетельство, на чем... А скажите, значит, по вашим, так сказать, по вашим данным или по вашему мнению, по вашим оценкам, вот после того, как вот эти две дивизии вывели под шквальный огонь, и там многие люди, то есть большинство погибло, в самой Брестской крепости, сколько оставалось ее защитников? Где-то, вы считаете, 3-3,5 тысячи. Да, 3 тысячи. Кому-то из них удалось все-таки вырваться из этой вот ловушки? Ну, вырвалось немного, но, значит... Сколько там полегло наших людей? Фактически, ну, значит, ну, тут сегодня трудно сказать, сколько спаслось, но спаслись десятки, видно, спаслись десятки. Не больше, не больше. Даже не сотни. Да, десятки. Где-то, ну, где-нибудь, может быть, 70-80, ну, короче, до меньше ста. То есть весь гарнизон был фактически потерян. Да, и ставится вопрос, почему капитан и майор, и вот полковой команды Лихота были генералы. Вы понимаете, что... Ну, почему? Да. И вот, значит, ставится вопрос, так, значит, этот, что были, значит, фактически, когда генералы были, кто находился в это время, значит, в Бресте и тут и рядом? Генерал-майор Попов. Вы командир 28-го стрелкового корпуса. Значит, в Бресте находились. Дивизионный комиссар Шлыков, член военного совета 4-й армии. Генерал-майор Пузырев, комендант 62-го укрепленного района. Генерал-майор артиллерии Дмитриев, начальник артиллерии 4-й армии. Генерал-майор Лазаренко, командир 42-й стрелковой дивизии. Вот как раз тут... Да, много было генералов. Да, да, 42-й. Генерал-майор танковых войск Пуганов, командир 22-й танковой дивизии. И как же получилось, Ивануил Григорьевич, что ни один из этих поставленных лиц не взялся? Так вот, до сих пор еще мы не можем доответить на вопрос. Это загадка и тайна. И вот фактически, что капитан руководил обороной Брестской крепости, между прочим, из Подмосковья, из Московской области, Иван Зубачев. Потом он, значит, тоже он попал в плен, ну, попал тяжелорянно, не погиб, ну, потом в концлагере в войну в 44-м году его. Значит, тут вот, значит, рассказать, что вот эта танковая, ну, дивизия, которая вроде бы стояла, она стояла у самой границы. Понимаете, ну, речь идет тут, мы не можем полностью ответить, но это загадка. На сто процентов ответить, почему оказались, оказались капитан и, значит, полковой комиссар. Я, значит, ну, не согласен, например, с Суворовым, который пишет, что его просто взяли, чтобы, ну, вообще, чтобы показать роль партии. Это неверно, это на самом деле так было. Между прочим, это редкий столковой комиссар Фомина. Извините, у нас уже время подходит к концу. Сейчас будут вопросы слушателей к вам, на которые мы бы хотели услышать ваши ответы. Хорошо. Ну, и мы тоже постараемся поучаствовать в этом разговоре. Значит, поскольку наша линия, одна из наших двух линий занята разговором с Минском, да, нашей беседой с Минском, с Эммануэлом Йоффе, я для всех наших слушателей даю только один телефон, 783-9026, и мы готовы выслушивать ваши вопросы, если они появятся, нам подсказывает уже все, что есть, мы готовы слушать вас. Добрый вечер, Павел из Москвы. Я хотел бы, конечно, сказать большое спасибо Эммануу Егоровичу за очень подробный анализ вот всей ситуации с Брестской крепостью, и мог бы немножко вот добавить, чтобы о том, что вот американцы и войска союзников в 44-м году учли весь опыт, я думаю, учли весь опыт защиты Брестской крепости, и просто не обратили внимания на гарнизоны на Нормандских островах. Это понятно. У вас есть какие-то вопросы к Минскому? Нет, большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Кстати говоря, здесь вот из Вологды журналист Дмитрий нам пишет еще вот по интернету. Существует ли в мемуарах выживших в бойне Восточного фронта немецких офицеров уминание Брестской крепости? Если они есть, как немцы оценили значимость этого укрепрайона в период летнего наступления 41-го года? Дмитрий, конечно, существует, вот и Брестской крепости очень много привел примеров из воспоминаний, из дневников немецких военачальников, но общая оценка, Брестская крепость упоминается практически у всех у них, тех, кто шел в этом направлении, но фактически... 23 июня она уже была в глубоком тылу. В глубоком тылу, и вот как сказал только что наш слушатель, в общем-то немцы, я думаю, что в дальнейшем, такой, в стратегической, что ли, перспективе, со стратегической точки зрения, они просто уже игнорировали Брестскую крепость, они ее прошли... И шли дальше. И шли дальше. Есть звонки еще? А там в тылу, как бы, вот этот был очаг сопротивления, который они вот за неделю подавили. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Представьтесь. Меня сам зовут из Москвы. Вы что-то хотели спросить у него? Да, я хотел спросить, у меня такой вопрос, ну, во-первых, очень интересная передача, хотел спросить просто у вас. Я вообще сам теченец, я просто хотел узнать. Я много раз слышал, что среди защитников крепости было очень много выходов с Кавказа и чеченцев в том числе. Я хотел узнать, это действительно так или каким образом они туда попали. Спасибо. Сейчас зададим этот вопрос Имануилу Григорьевичу. Имануилу Григорьевичу... А вот слышите, Иману Григорьевич, вы слышали вопрос, да? Да, 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 я слышал. Значит, да, Брестскую крепость... Да, вот так видим, национальный состав защитников. Да, обороняли, значит, воины 33 национальности. И в самом деле было с Кавказа и были чеченцы. Было немало Кавказа. Вы знаете, раньше, например, писали наши все сообщения, и тогда, между прочим, и Сергей Смирнов первый назвал имя Самвео Матевасяна. Значит, а потом он исчез, ну, там, что-то, не знаю, там, что-то случилось в Армении, что-то, значит, там, короче говоря, его имя исчезло, а вообще он проходил. И вообще представители Кавказа, да, и чеченцы были. Были активную часть. 33 национальности. И даже смотреть, вот, среди трех руководителей, так, обороны Брестской крепости, значит, Зубачев русский, Фомин еврей и Гаврилов татарин. Три, вот, даже среди руководителей три национальности. А вообще 33 национальности. Ясно. Следующий вопрос. А можно я вот сейчас вопрос еще из пейджера задам? Иван Григорьевич, вот здесь спрашивают. На стенах крепости имеются надписи. Погибаю, но не сдаюсь. Да. 12 июля 41-го года. А вы, пишет нам слушатель, упрекая нас, упорно говорите про три дня или, там, про неделю. Я отвечу. Значит, главный был не этот, а 20-го июля. Вот надпись, убираем, но не сдаемся. Большинство наших исследователей 20-го июля. Так, и большинство наших везде говорится, что около месяца. Я уже сказал, вот я назвал энциклопедию «История Белоруссии», так, даёт более даже до конца и до конца, и, значит, июля. Ну, это были отдельные июля, да. Но большинство источников, большинство источников даёт, вот, если смотрите, я уже изучил, 7 дней и 10 дней. Ну, это понятно. История Белоруссии на исход военных действий, это уже ничего не влияло. Ну, да, конечно. А это было, да. Так я хочу сказать, тут я не отрицаю, что отдельные группки там, ну, фактически, ну, я имею в виду, понимаете, основные бои. В целом, я бы спала за неделю. Ну, да. Это как пандемские солдаты, которые на островах в Тихом океане продолжали нести свою службу до 50-х годов, которые не получили команды. Да, 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 да. Там вот особенно едят даже японцы вообще там, они ещё в 60-70-е годы потом в джунглях были. Да. Просто там в Австралии ещё. Следующий вопрос. Следующий вопрос по телефону. Слушаем вас. Алло. 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 Зачем набирали? Давайте ещё кого-то. Есть у вас, да, Василий? Хорошо. Алло, есть. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Можно сказать, постоянный слушатель Алексей Таев. Я хотел бы у вашего гостя спросить вот что, а читал ли он историю 45-й пехотной дивизии доктора Кшопфа? И как он оценивает, и как, собственно, в этой дивизионной истории оценивается оборону советскими войсками Брестской крепости? Спасибо. А вы за ручки? Ну, вот, я читал отрывки, я, значит, это, ну, и она оценивается, ну, короче говоря, здесь они, да, вот эта 45-я пехотная дивизия понесла, здесь большие потери. Я могу отметить, что Гальдер, вообще, тут, ну, приводятся источники больше тысячи, 1700, там, 1400, самые различные, там, имеется в виду, но это не только Брестские крепости. Да. Значит, ну, я считаю, что там много правдивого в этой истории, они отмечают это, и мне известно, что Гальдер даже прислал своего представителя потом, значит, выяснить, вот эти, касается этих потерь. Иван Иванович, одну секунду, если мне не изменяет память, средний количественный состав немецкой дивизии был 11 тысяч человек, правильно? Да, да, да. То есть они потеряли где-то 10 процентов, 45-я дивизия. Да, 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 здесь это приводится, да, здесь имеется в виду, это не только в Брестской крепости, вот, например, так, вот, короче говоря, вот я найду, вышел помят доклад о боях на Брест, подписанный генералом Греффенбергом. Угу. Я не доложил начальнику генерального штаба большие потери дивизии, вызванные сильным сопротивлением превосходящих по численности и фанатически сражавшихся советских войск. Значит, никто не отрицает героизма и мужество. Никто не отрицает... Нет, бесспорно, да, те, кто уцелел. Те, кто уцелел, и те, кто остался... Да, те, кто уцелел, да, но мы просто показываем другие вещи. Мы никто не отрицаем этого. Ещё один вопрос успеем послушать. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из Москвы. Вы знаете, я потрясена вашей передачей, хотела бы спросить, когда эвакуировали людей из Брестской крепости, был ли какой-то порядок? То есть, сначала дети, потом женщины, потом воины. Понятно. Спасибо. Имна Григорьевич. Имна Григорьевич. Значит, пытались, пытались, эвакуировали там, и, значит, фактически, вы знаете, что в скорой не стало, значит, и воды не стало этим... Была попытка, да, была попытка, там они пытались, значит, ну, они потом женщин вывели, ну, в смысле, часть женщин потом пошло, а в самом деле их выпустили. Немцы. Да, немцы, значит, ну, было, но, в общем-то, растерянность я вот не привел сегодня. Очень интересная мысль этого, значит, докладывал Пономаренко, первый секретарь обкома Тупицын. И он пишет, что, короче, вторжение, касаясь Брестской крепости, значит, он пишет такое, что с первых дней военных действий в частях 4-й армии началась паника. С застегнутым внезапным нападением командиры растерялись. Можно было наблюдать такую картину, когда тысячи командиров, начиная от майора и полковника, окончая младшими командирами бойцами, обращались в бегство. Опасно то, что паника дезертирства не прекращается до последнего времени. Но это касалось в основном Бреста. Тут, конечно, тоже было вначале паника и растерянность, а потом все-таки, вот я еще раз, возникли организованные сопротивления. Попытки были. Но главная цель была прорваться, а не оборона. Ну, понятно. Речь ведь и шла о том, что через Игольное Ушко, каким являлись вот эти вот одни северные ворота этой Брестской крепости, Мы думали, что вот наши части здесь рядом, а не надеялись, защитники думали, что вот рядом части наши, они присоединятся, где-то вот тут недалеко. А попали под огонь. Да-да, и попали под огонь. Иммануил Григорьевич, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напомню нашим слушателям, что это был Иммануил Йоффе, доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Спасибо, Иммануил Григорьевич, надеемся до следующих встреч. До свидания. Спасибо, всего хорошего, спасибо за желание. А сейчас портретная галерея Елены Сьяновой. Портретная галерея Елены Сьяновой. 7 мая 1945 года медленно двигавшаяся на киль британская автоколонна старательно объезжала застрявший поперек дороги Volkswagen, в нескольких местах прошитой пулеметными очередями, из которого шел характерный запах. Потом туда все же сунули нос. Через час британская контрразведка извлекла из салона три тела. Двух женщин и пожилого мужчины. Ускалитшего, худого при жизни, а после смерти как-то странно мумифицировавшегося. Покойный точно сошел с портрета. Так он стал похож на своего отца, знаменитого прусского военачальника Морица фон Бока. Федор фон Бок тоже был пруссаком, больше всего на свете презиравшим все гражданское и австрийцев. Ко всему гражданскому он относил отсутствие дисциплины, обильную пищу, выпивку и женщин. А среди австрийцев делал исключение только для Гитлера. Гитлер, часто смеявшийся над пруссаками, тоже выделял фон Бока. И даже отправляя его в отставку, подчеркивал, что продолжает восхищаться своим фельдмаршалом. Думая отчасти и потому, что Федор фон Бок, во-первых, никогда не лез в политику. А во-вторых, никогда не вступался за опальных коллег, как, например, Гудериан. Этапы боевого пути фон Бока. Австрия, Судеты, Польша, Голландия, Бельгия, Западная Франция. Всюду он действовал очень жестко. Летом сорокового его произвели фельдмаршалы и назначили командовать оккупационными войсками во Франции. Однако его жесткость в этом качестве оказалась неуместна, даже вредна, и Гитлер его отозвал. Идею вторжения в Советский Союз фон Бок не одобрил. Тем не менее, с самого начала действовал продуктивно, расчетливо, иногда точно по наитию. Его тактику лето-осени сорок первого года высоко ценил Жуков. Фон Бок тоже отзывался о Жукове как о лучшем из лучших. Поединок этих двух военачальников уместно сравнить с косой, нашедшей на камень, и об него обломавшейся. Правда, не по вине самого Бока. Поворот наступления на север и юг в конце августа стал, возможно, большой стратегической ошибкой Гитлера. В сентябре фон Бок, у которого забрали четыре танковых корпуса, вынужден был перейти к обороне и даже получил понусы от Жукова под Ельней. Бок продолжал рваться в Москву. Брянск, Вязьма, страшные котлы, в которых погибло 80 наших дивизий. Когда выпал первый ранний снег, Бока от Москвы отделяло примерно 70 миль. Начались проблемы с горючим, зимней одеждой, раскисшими дорогами. Рунштадт и Лейб, командовавшие соседними группами армии, перешли к обороне. Но Бок настаивал на продвижении, во что бы то ни стало, и несмотря ни на что. Он как будто чувствовал, что с каждым уходящим днем вожделенная цель Москва все безнадежнее отдаляется. Он проявлял странное упрямство, толкая армии вперед любой ценой. Таков был его приказ. Держаться любой ценой. Это приказ Жукова. Коса на камень. 6 декабря векторы поменялись. Красная армия перешла в наступление, и теперь фон Бок приказывал не сдавать позиции. Но стоять насмерть можно лишь на своей земле. Армии фон Бока не отступали, а по его выражению отползали от Москвы. Фон Бок еще будет воевать под Харьковом, наступать на Воронеж. Но звездный час его минул. С лета 42-го года он остался не у дел. И только в мае 45-го о нем вспомнил Деннис и вызвал к себе. Бок быстро собрался и выехал с семьей к Гамбургу. На шоссе его Volkswagen обстрелял британский самолет. Когда в 49-м году Эриха фон Манштейна приговорили к 18 годам тюремного заключения, он написал. Я завидую фон Боку. Я бы хотел умереть, как он, в движении вперед, на пути к новой цели. А главное, видимо, даже не поняв, что тебя уже нет на этом свете. Портретная галерея Елены Сьяновой. На этом наша программа сегодня подошла к концу. С вами были Виталий Дымарский и Дмитрий Захаров. До встречи через неделю. Надеемся, что тема следующей программы вас тоже заинтересует. Пока мы вам не объявляем объем в течение предстоящей недели. Всего доброго. До встречи. Сына Победы. По понедельникам после 23 часов. Прошлое и с ней, и с ней, и с ней. Прошлое и с ней, и с ней. Прошлое и с ней, и с ней.